МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успеют ли крестьяне собрать плоды своих трудов и как обстоит ситуация с бытом, расскажет Назгульбошан. Опять пожар, опять торговый дом. В Талткургане выгорела часть торгового дома. Подробности у представителей департамента ПЧС выясняла Жбер Турганбекова. Лучшие зрителям в Талткургане стартовал 6-й международный театральный фестиваль стран Центральной Азии. На нем представлены лишь самые лучшие творческие работы. Где, когда и какие можно посмотреть, узнавайте у Лауры Бабачановой. Около тысячи нарушений в использовании государственных символов, выявленные в ряде районов Алматинской области. В четырех – в Балхарском, Талгарском, Карасайском и Жамбулском – до сих пор не созданы специальные комиссии по уничтожению устаревших флагов и гербов. Все эти факты были вынесены на заседание областной комиссии по государственным символам. С докладами о соблюдении конституционного закона Республики Казахстан выступили заместители Акимов вышеназванных районов. Они предоставили отчет о конкретных мероприятиях не только по правильному использованию флагов и гербов, но и нацеленные на воспитание молодежи уважительного и бережного отношения к государственным символам. По словам представителя проверяющего ведомства, в основном в стандартах проблем нет. Нарушения выявляются в установке и использовании госсимволов. Единственное, у них были криво повешенные и уже старые флаги были при нарушении. И плюс государственный герб уже тоже в многих моментах уже были не соответствующие стандартам, но уже срок почти старый в многих государственных учреждениях. Более 5000 тонн риса и порядка 1500 тонн мяса ежегодно производит Бахарский район. Ряд больших проектов реализуется в регионе в рамках плана нации 100 конкретных. Об этом говорилось на выездном брифинге службы центральных коммуникаций в селе Баканас. Полную информацию об экономическом развитии озвучил Аким Балхашского района Галымтохпиисов. Разговор он начал с социальной сферы. Центральной районной больницы требуется капитальный ремонт. Первая очередь работ уже начата. В этом году полностью заменена отопительная система. Сейчас ведется активная работа по восстановлению пустующего здания в селе Береке. На месте бывшего торгового дома будет открыт детский сад. Новые объекты появятся и в других населенных пунктах. Сметная документация двух объектов на 117 миллионов тенге уже готова. В селе Жиделе и Коктал будут построены новые амбулатории. Пять сельских округов Балхашского района занимаются выращиванием риса. Вся продукция перерабатывается на местном заводе. Здесь за сутки заготавливается около 70 тонн риса. Из 5 тысяч тонн, 1 тысяча остается на семена, остальную продаем. А в селе Бахпахты действует самая крупная в регионе откормочная площадка. Здесь 5 тысяч голов, еще 5 тысяч на пастбище. В виде некрестьянского хозяйства Динара 64 тысячи гектаров земли. Техника есть, заготовленного корма предостаточно. Ежегодно хозяйство реализует 1200 тонн качественного мяса. Благодаря выделенным субсидиям, еще в 2008 году из Америки привезли 250 голов крупнорогатого скота. На сегодня по голове дошло до 5 тысяч. Участники своеобразного пресс-тура посетили также пункт для убоя животных «Товарищество ОТС Биоазия» в селях Дала. Ежедневно здесь 25 работников могут заготовить мясо 50 голов крупнорогатого скота. Как отметили местные власти, сегодня Балхашский район готов выйти на экспорт собственной продукцией. С выше 5000 тонн сои план урожая нынешнего года для крестьян Алакольского района. Недавние дожди внесли коррективы в работу по жатве. А потому на пункты приема пока поступила лишь половина урожая. Однако в ближайшие 10 дней с полей в закрома поступит и оставшийся, заверяют крестьяне. Лишь бы погода позволила технике вновь выйти на поля. В нынешнем году у крестьян Алакольского района есть хороший выбор, куда сдавать новый урожай. Несколько приемных пунктов предлагают высокую закупочную цену – 110 тенге за килограмм – и отправляют урожай на переработку в другие регионы страны. Пункт «Агример авто» уже принял и отправил в Кокшетау свыше 8000 тонн сои. Приемку начали 20 сентября. У нас вместимых складов 14000 тонн. По ходу мы это еще отправляем на вагоны, грузим. По сезону принимаем где-то 25-30 тысяч тонн. В данный момент уже 90 вагонов отправили. В Кокшета у нас там завод привозят с района, с Алакольского района, с Арканский район, бывает уржарские районы привозят. Складские помещения предприятия способны принимать до 30 тысяч тонн урожая. Однако хранить его здесь долго нет резона, говорят специалисты. И сразу после просушки и очистки бобы отгружаются в вагоны, приходящие несколько раз в неделю. Соевых полей в Алакольском районе свыше 23,5 тысяч гектаров. Урожай собран с половины. На несколько дней простой в жатву внесли дожди. Однако уже в ближайшие 10 дней все работы будут завершены, уверяют работники сельскохозяйственной сферы. Недавно прошли обильные дожди. И сейчас технику на поля выводить нельзя. Комбайны вязнут, да и сама соя влажная. Обмолоту не поддается. Буквально через день-два, если не будет дождей, техника выйдет на поле. И весь урожай соберем без потерь. В среднем сбор идет по 22,5 центнера из гектара. Таким образом, свыше 5000 тонн район должен заготовить. Сомалийские пираты освободили 26 моряков из стран Юго-Восточной Азии, которых держали в плену более 4 лет. Люди будут переправлены в Найроби, столицу Кении. При этом был ли заплачен выкуп? За заложников не сообщается. Среди освобожденных выходцы из Китая, Филиппин, Камбоджи, Индонезии, Вьетнама и Тайваня. Они были захвачены в феврале 2012 года, в период активизации пиратских атак в районе Африканского рога. Все это время пленников держали в небольшой рыбацкой деревушке на побережье. Капитан судна был убит пиратами при захвате. Еще два матроса умерли, не выдержав условий содержания в плену. Само судно позже затонуло при неизвестных обстоятельствах. Сирийская армия и бойцы ливанского движения Хизболлах перешли в наступление на юге Алеппо после взятия стратегических высот. Военная операция проходит при поддержке авиации и артиллерии. Тем временем террористы оказывают ожесточенное сопротивление. Позиции армии и ополчения подвергаются интенсивному минометному обстрелу. Перед бойцами верными Башару Асаду стоит задача отрезать пути снабжения террористов в окрестных районах. Стоит отметить, что наступление правительственных войск началось через несколько часов после окончания трехдневной гуманитарной паузы, во время которой боевики и мирные жители могли покинуть восточные кварталы города. Однако террористы отказались уходить и под угрозой смерти запретили делать это мирным гражданам. Великобритания приняла вторую группу детей-мигрантов, прибывших из лагеря во французском городе Кали. Их примерно 70 человек и они будут распределены по местам временного размещения. Ранее правительство Туманного Альбиона пообещало принять порядка сотни несовершеннолетних выходцев из Ближнего Востока и стран Африки. В Британию уже прибыли 14 детей. Местные власти выдали им разрешение на въезд в страну и доставили в лондонский район Кройден, где они прошли процедуру регистрации. После этого дети смогли найти своих родственников. За последние двое суток в Средиземном море и береговой охране Италии удалось спасти более 5,5 тысяч мигрантов. Кроме того, обнаружены 14 тел. Среди погибших одна беременная женщина. К этому времени всех спасенных доставили в порты Неаполя и Сицилии, где поместили в реабилитационные центры для вынужденных переселенцев. По информации Международной организации по миграции, с начала года к берегам Италии по морю добрались более 145 тысяч мигрантов. До берегов Греции почти 170 тысяч. Между тем, при попытке пересечь Средиземное море погибли более 3,5 тысяч человек. Лилия Штогрина по информации интернет-ресурсов. Свой 3D-принтер собрали юные изобретатели из Караганды. Функции у него такие же, как и в мировой практике, однако стоимость дешевле в 7 раз. Об этом и не только обзор новостей республики. За 10 лет из Казахстана вывезено 100 миллиардов тенге. Эти данные озвучили сегодня заместитель генерального прокуратура страны Андрей Кравченко. По его словам, к настоящему времени 30% от этой суммы были взысканы и возвращены в Казахстан. В основном деньги находятся на офшорных счетах в странах Северной Америки и Европы. При этом работа проводится в активном сотрудничестве с Интерполом. Вместе с тем замгенпрокурора рассказал о мерах предотвращения вывода денег на зарубежные счета. Карагандинские студенты собрали свой 3D-принтер. С помощью этого устройства юные кулибины создают детали для инновационных проектов. При этом студенческий 3D-принтер в 7 раз дешевле зарубежного аналога. Учебный IT-центр посещает все студенты Политехнического колледжа Караганды. Здесь они занимаются программированием контроллеров. Эти регуляторы необходимы для автоматизации производственных процессов на предприятиях. С их помощью можно также управлять умным домом. Политехнический колледж предлагает 16 специальностей. Уже 5 лет здесь практикуют дуальную систему обучения. После окончания колледжа 80% выпускников сразу трудоустраиваются. Посещать школу и переходить дорогу алматинским школьникам отныне станет еще удобнее и безопаснее. Скоро по городу начнут колесить специальные школьные автобусы, которые будут забирать детей на уроки и привозить домой. Проект уже разрабатывается управлением образования. А чтобы по вечерам водители могли сразу заметить переходящих улицу школьников, ученикам раздадут светящиеся значки и ленты. Меры недопущения детской смертности и травматизма на дорогах обсуждали накануне представители ВОЗ неправительственных организаций и госучреждений. Обзор новостей подготовила Асем Кощегулова по материалам интернет-ресурсов. Прошедшая ночь выдалась в прямом смысле жаркой для Талдыкургана. В центре города загорелся торговый дом АЛМД. Возгорание произошло около двух часов ночи. По прибытию к месту вызова экспертами было установлено, что произошло загорание лестничной площадкой торгового дома АЛМД на общей площади 129 квадратных метров и двух киосков по продаже аксессуаров для сотовой связи и товаров народного потребления общей площадью 21 квадратный метр. Отметим, что киоски были расположены впритык к торговому дому. За полчаса спасатели смогли полностью ликвидировать пожар, но, к сожалению, без убытков не обошлось. В результате огнем полностью уничтожены два металлических киоска, а также декоративная обшивка, пластиковые окна и двери торгового дома по лестничной площадке первого и второго этажей. По словам спасателей, пострадавших нет. Причину и материальный ущерб эксперты устанавливают. Благодаря слаженным действиям сотрудников Толугранского гарнизона и охранных структур данного торгового дома было произошло дальнейшее распространение огня, и тем самым спасено имущество и товар индивальных предпринимателей, располагаемых в данном торговом доме. От себя хотелось бы отметить, что уважаемые индивальные предприниматели, владельцы торговых домов необходимо ежедневно соблюдать правила пожарной безопасности, проверять перед уходом, выключены ли электрические чайники, электроприборы, имеются ли исправные средства пожаротушения, рабочие ли состояния пожарной сигнализации системы пожаротушения, а также внутренность системы противопожарного водоснабжения. Только с соблюдением элементарных правил пожарной безопасности вы обезопасите себя и своих арендаторов от возможного возникновения пожара и крупного материального ущерба. В данный момент все материалы по данному факту пожара переданы в УВД город Толугран для проведения дальнейшего расследования причин пожара и уставления материального ущерба. И еще из информации органов ЧАЭС. Первые холода и дождливые дни поспособствовали снижению числа лесных и степных пожаров. Однако начавшийся отопительный сезон открыл свою печальную статистику. С начала года произошло 562 случая чрезвычайных ситуаций. В их числе 87 пожаров. Основная причина всех трагедий – неисправность домашних печей и дымоходов. В этой связи областной департамент по чрезвычайным ситуациям проводит месячник по пожарной безопасности. Чтобы еще раз напомнить населению о важнейших правилах техники безопасности. Агитационные работы среди населения, всевозможные игры среди детей и подростков дают свои плоды. По сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 15 случаев. За текущий год от огня пятерых удалось спасти. Однако три человека все же погибли. 28 отравились угарным газом. На каждый период свои чрезвычайные ситуации, свои происшествия. И в этом направлении всегда работу ведем. Также в школах, в вузах, в детских садах. Всегда при случае возникновения ЧАЭС звоните по телефону 112-101. Спасатели всегда приедут на помощь, оказывают, ликвидируют любую чрезвычайную ситуацию. Для обхода жилого сектора к личному составу примкнули и пожарные части. С каждым жителем проводят профилактическую беседу, раздают памятки. Такие, казалось бы, элементарные правила техники безопасности сотрудники департамента под чрезвычайным ситуацией доносят до населения каждый отопительный сезон. Особо упорно наиболее опасные места. Это дачные массивы, места проживания неблагополучных семей. У вас должен быть притопочный лист, здесь размером 70. Также нельзя вывешивать белье наверху. Дымоход должны чистить постоянно, чтобы был чистый, не насорялся от Саши, всегда должны дымоходы прочищать. Для предупреждения чрезвычайной ситуации, с начала года под Талдыкурганом проведено три масштабных месячника пожарной безопасности. Елиаман Раймбек, Файдос Калиев, телеканал ЖИЦУ. И еще есть тем выпуска. Впервые в Талдыкургане стартовал шестой международный театральный фестиваль стран Центральной Азии. Для театралов событие это долгожданное, так как проводится оно раз в два года. А для зрителей представляют только лучшие постановки в исполнении талантливых мастеров сцены со всех постсоветских стран. В этом году культурное событие проходит под эгидой 25-летия независимости Республики Казахстан. Утро понедельника, а на центральной площади Талдыкургана настоящий праздник. Все как положено пышному торжеству. Красная ковровая дорожка, фанфары и звезды театра. Все недовольно известные актеры не только казахстанского театрального искусства, но и соседних республик Таджикистана, Кыргызстана, Татарстана. Наш театр участвовал во многих фестивалях, но в Казахстане мы в первый раз. Пару лет назад мне довелось увидеть постановку одного казахстанского режиссера, которая буквально сразила меня на повал столь талантливейшей игрой на сцене актеров. После этого я с глубоким уважением отношусь к казахскому театру. И сегодня я безумно счастлив, что наша труппа будет играть на казахстанской сцене. Великий Рудаки еще говорил Сегодня в казахской земле действительно нет лучшей веселья, праздника, как встреча с друзей, с сослуживцами, с соратниками и с других стран. Театр Казахстана намного идет вперед. Он чувствует как бы пульс планеты, театральный пульс. И это очень для нас, театралов, отрадно, что действительно Казахстан намного впереди. Допустим, по сравнению других, мы бывали в Кыргызстане, и в Узбекистане, и на Украине, и в России бываем частенько, в Молдавии были. Ну, театральные праздники в казахстанской земле действительно как праздник театра. Во Дворце культуры гостей чествовало и руководство области. Организация столь значимого мероприятия для края ЖТСУ – большая честь, отметил заместитель Акима области Бахтиар Унирбаев. Поделился он и с достижениями региона в области культуры. В этом году мы заложили капсулу нового драматического театра на 510 мест. Это по-другому самому, область Аманды Габасовича, Баталова, начато строительство. Я думаю, через несколько лет, через два года приедете, сами увидите уникальное и красивое здание в городе Талдура. Не только театр. Мы посоветовались с руководством области, решили организовать экскурсию по нашему городу. Торжественный прием сменился пресс-конференцией для журналистов. По словам организаторов, а это Министерство культуры и спорта. Фестиваль рассчитан на четыре дня. В эти дни толдукурганским зрителям будут представлены семь спектаклей, подготовленных гостями. В Казахстан будут представлять театры из Астаны, Алматы и Талдукургана. Все они разные и многолекие. У каждого своя культура, традиции и особенности. Потому судить игру актеров будет довольно сложно. Поделились члены жюри, в составе которых довольно известные театральные критики. Есть общие критерии, по которым мы сравниваем. Лучшая работа актеров, она всегда видна. Во-первых, и по зрительской реакции, во-вторых, по тому, в каком рисунке роли существуют. Все достаточно сложно, опять-таки, зависит от концепции режиссерского спектакля. В Казахстане есть несколько режиссеров, которые работают в постмодернистской традиции абсолютно. То, что делает Жастар-театр, молодежный театр Казахстана. Там тоже очень своеобразная, очень молодая энергетика. И этот театр, он тоже не психологический совсем. Сегодня нет очень четких... Работа в жюри осложняется тем, что все-таки, мне кажется, то, с чего я начал. Каждый спектакль должен быть оценен по тем внутренним законам, по которым он создан. И вот наша задача докопаться до этих законов и по возможности справедливо, объективно, но оценить. Шестой международный фестиваль посчастливилось открыть Алматинскому театру Байтина Умарова «Жастахна». Молодые актеры представили спектакль Тадеуша Слободяника «Одноклассники. Уроки жизни». Постановка приобрела широкую популярность в России, получив гран-при международного фестиваля в Санкт-Петербурге. Из 145 спектаклей она вошла в десятку самых лучших. Это история 10 мальчиков и девочек, которые учились в одном классе. И то, как под влиянием времени, то есть это довоенное время, их жизнь героев прослеживается от их рождения до конца. Но в данном контексте просматривается в 38-е предвоенное время. И как эти отношения ребят, еврейских и польских мальчиков и девочек, меняются в зависимости от внешней обстановки. Поэтому для нас это история о ценностях жизни каждого из нас. И то, что мы каждый из нас должны оставаться человеком, в каких бы условиях это ни было. Сегодня же постановку представил Нижнекамский государственный татарский драматический театр по мотивам повести «Чингиза Айтматова. Материнское поле». Завтра на сцене областного драмтеатра «Театралов» ждут сразу три спектакля. В 11, 14 и 18 часов. 26 октября будут выступать актеры Таджикского театра имени Вахидова и Молодежный театр из Астаны. Победители фестиваля будут определены 27 октября. Лаура Байбачанова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. В теплой атмосфере жители Балхарского района отпраздновали 80-летие со дня рождения известного писателя Бека Токсбаева. Первые шаги в мир казахской поэзии мастер-пира сделал в 50-х годах прошлого века. Помимо драматурга, общественность Алматинской области помнит его как руководителя Министерства культуры Республики Казахстан. Подробнее в следующем сюжете. В этот литературный вечер в селе Бакана собралась делегация деятелей культуры и искусства Алматинской области. Собравшись, отметили, насколько значимо имя Бека Токсбаева для страны и то наследие, которое он оставил современникам и будущему поколению. О самых ярких и значимых датах и жизни народного прозаика зрители смогли узнать через документальный фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коллеги по цеху помнят его как талантливого мастера-пера, в строках которого живет правда казахского народа. Его пьесы «Тарих жулы», «Отпин куль», «Брун мин бюгын», «Ахын сара», «Шакарым нанказасы» переводились на многие языки. Некоторые были поставлены на республиканских и областных театрах страны. Писатель пополнил отечественный литературный фонд двумя романами, более 30-ю рассказами и 20-ю пьесами. Мы помним его как талантливого писателя. В своих работах он показывал только правду. Сегодня собралось много молодых людей, начинающих писателей. Бек Тогаспаев является для них ярким примером. Он и драматург, и переводчик, и историк, и исследователь искусства. Очень многосторонний был человек. Труды Бека Тогаспаева были вознаграждены литературной премией «Алаша», также медалью «Ирин Инбегушин». Но самая главная его награда – это память и любовь народа, что еще раз доказали собравшиеся. Литературный вечер украсили выступления школьников, исполнившие стихи, посвященные народному писателю. Ансамбль бабушек Жамбулского района празднует юбилей. Творческому коллективу «Ака Желер» исполнилось 30 лет. К знаменательной дате солистские коллективы подготовились основательно. Юбилейный концерт прошел при поддержке руководства района. Цель ансамбля, созданного еще в 1986 году, остается неизменной. Бабушки признаются, главное их предназначение – пропагандировать казахскую традицию, народное ремесло и культуру. Сейчас в составе творческой группы 25 участниц. Несмотря на свой приклонный возраст, самые пожилые солистки уже давно за 80. Самодительные артисты ансамбля готовы и дальше радовать публику и участвовать во всех мероприятиях района. К слову, за 30-летнюю деятельность прославился ансамбль не только в Алматинской области, но и далеко за ее пределами. С концертными номерами выступали на сценах России, Польши и Турции. Лауреат многих областных, республиканских и даже международных конкурсов и фестивалей. Ансамбль только в прошлом году с гастролями побывал в нескольких областях республики. Впереди признаются поющие бабушки немало творческих планов. Исполняем только народные песни. В репертуаре очень много давно позабытых произведений. Я думаю, мы выполняем большую миссию. Не только пропагандируем народное ремесло, но и участвуем в воспитании молодежи. Все должны помнить свои истоки. Ведь без прошлого нет будущего. Благодатная земля Семереча славится не только своей природной красотой, но и талантами и самородками. Один из мастеров прикладного искусства проживает в селе Казахстан Алакольского района. Сактар Ниазбеков удивляет своими искусными работами в национальном стиле. Сувениры и различные предметы домашнего обихода он выполняет в основном из дерева. Традиции предков в руках современного ремесленника не просто оживают, но и наполняются новым смыслом, идеями и образами. Особое в его творчестве занимает изготовление домбры. Звучание инструмента безукоризненно и пользуется большим спросом у местного населения. Я с детства люблю искусство. Работы, которые я изготавливаю, олицетворяют вечную музыку степей, достатки и процветания. Самое мое любимое занятие – изготовление домбры. Этим я занимаюсь с ранней юности. Стараюсь работать очень качественно и приносить своим искусствам пользу своему народу. Только сейчас. Участники – призеры Олимпийских игр, борец Нурбахтингсбаев, легкоатлетка Шулпан Кужахметова и чемпион мира по карате Мирей Силенов. Они показали учащимся старших классов средней школы гимназии номер один имени Абая, комплекс упражнений, направленных на укрепление здоровья и общее физическое развитие. Ведя на то, с какой самоотдачей делают зарядку знаменитые чемпионы, участники акции выполняли все задания очень активно и с большим вдохновением. В поддержку этого студентов универсиады наша школа сегодня со знаменитыми спортсменами, олимпийцами провели утреннюю гимнастику. Эта универсиада проходит с 12 видов спорта. Это наша школа, и мы поддерживаем наших студентов. Со всего мира здесь будут гости, поэтому мы наших казахстанских студентов поддерживаем и сами ведем здоровый образ жизни. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова